Всем привет друзья! Сегодня 27 февраля, а это значит, что до боя Майки Гарсии и Джесси Варгаса осталось два дня. Ждете ли вы этот бой так же как и я? Пишите в комментариях, ну а мы начинаем! Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что команда цыганского короля готова заплатить Дуантее Уайлдеру, чтобы тот отказался от своего права на реванш. Я предпочитаю сразу выйти на Джошуа, но есть пункт о реванше в контракте с Уайлдером, он должен быть соблюден. Если только мы не договоримся, чтобы Уайлдер подождал, мы готовы заплатить Уайлдеру, чтобы отложить реванш, но это его выбор, это было бы выгодное предложение для него. Но я говорил с его менеджером, Дуантее убежден, что может нокаутировать Тайсона, я в это не верю. Я еще перед их вторым поединком считал, что Фьюри сломит Уайлдера. Если Дуантее будет настаивать на реванше, мы займемся его организацией, я хочу устроить поединок с Джошуа до конца года, так мы гарантируем, что Энтони не проиграет кому-то другому. Дуантее Уайлдер продолжает винить в своем поражении тяжелый наряд, в котором он вышел на бой, а также винил Тайсона Фьюри в нечестном виде не боя. Поздравляю Тайсона Фьюри, счастлив за него и за его достижения. У него был отличный план, однако он вышел на ринг не боксировать, он вышел для того, чтобы сделать поединок как можно более грязным. Фьюри бил меня по затылку, хотя этого делать нельзя. Когда я проснулся на следующий день после боя, то почувствовал множество синяков на затылке и сзади на шее. Рефери позволял ему боксировать грязно, однако я поздравляю Фьюри с этой победой. В третьем раунде мои ноги полностью отказали, как раз тогда Фьюри начал бить меня по затылку, из-за чего у меня даже слегка нарушилась координация. С моими ногами все было настолько плохо, что я вероятно упал бы даже от касания Фьюри. Знаете, удары по корпусу не причинили мне никакого вреда. Многие могут сказать, что в ринге я не был похож на себя, но я сам сделал это с собой. Виноват только я и ничего нельзя изменить. Я продолжал драться как настоящий воин и делал то, что должен. У меня не работали ноги, я удивлен, что продержался так долго и оказался в бою с такими ногами. Это было безумие. Я не виню никого кроме себя, я надел слишком тяжелый костюм и поплатился за это. Как воин, я должен был драться. Моя задача – сражаться при любых обстоятельствах, как подобает королю. И я это делал, ничего уже не изменить. Однако, по мнению Роя Джонса, уже на старте поединка стало понятно, что Вайлдер ничего не сможет противопоставить Фьюри. Возможно, Вайлдер считал, что у него есть шанс, поскольку он дважды уронил Фьюри в первом бою. Однако, в том поединке Дуантей чувствовал себя намного лучше, так как у Фьюри не было плана на бой. Тогда Тайсон все еще изучал Вайлдера. Во втором бою у Фьюри был замечательный геймплан, и он идеально его реализовал. При таких раскладах Вайлдеру не оставалось ничего, кроме как упасть. У Дуантея в этом бою не было никаких подъемов. Любой, кто думает, что у Вайлдера был шанс, сумасшедший. Фьюри сломал Вайлдера в первом раунде, и с тех пор все шло к падению Дуантея. Если Вайлдер считает, что у него был шанс, то он ошибается. Мне жаль, но это просто факт. IBF назначила на 3 марта торги на право организации поединка Энтони Джошуа и обязательного претендента на титул IBF Кубра Топулева, сообщает ESPN. Организация уже не первый раз назначает торги на этот бой, но они откладывались из-за того, что представители боксеров подтверждали, что близки к достижению договоренности. Ожидается, что промоутер Джошуа Эдди Хирн и сопромоутер Пулева Топ Рэнк и Эпик Спорт подпишут контракт на бой до начала торгов. Впрочем, это еще не окончательное решение. Хирн все еще надеется на то, что с компанией Топ Рэнк можно будет договориться. Кубрату Пулеву бы выплатили отступные, а Энтони Джошуа подрался бы за звание абсолютного чемпиона с Тайсоном Фьюри уже этим летом. Эх, мой длинный язык сдал меня с потрохами. Да, все верно. Мы еще полностью не согласовали контракт, но у нас есть принципиальное соглашение с командой Кубрата Пулева о том, что бой пройдет на Тоттенхэм, Котсбурт Стадиум в июне. Ориентировочная дата 20 числа. Мы очень близки к заключению контракта. Энтони Джошуа в нетерпении от возвращения в Великобританию. Но скажу вам еще раз, Пулев это боец компании Топ Рэнк. Мы ведем переговоры для того, чтобы выставить Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри уже летом. Если все стороны согласны, то мы просто подождем решение Дуанта и Вайлдера. Все будет зависеть от того, что он решит после этого избиения, которое он потерпел в субботу. Промоутер Бо Парум сообщил, что не изучает возможность проведения в июне-юле этого года объединительного поединка в полсреднем весе между чемпионом WBO Терренсом Кроуфордом и чемпионом WBA Майни Пакео. Если же этот бой по какой-то причине не удастся организовать летом, то соперником Кроуфорда может стать экс-чемпион Кэл Брук. По информации журналиста Телкспорт Гаррета Дэвиса, «Бой между Саулем Альваресом и Калмом Смитом состоится уже это весной. Все еще нахожусь в США». Надежные источники указывают, что бой между Саулем Альваресом и Калмом Смитом был согласован. Поединок состоится 2 мая в Лас-Вегасе. Как сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в беседе с информационным агентством ТАСС, дата дебюта Мурата Гассио о супертяжелом весе станет известна на следующей неделе. Чемпион WBC во втором среднем весе Давид Бенавидис проведет защиту титула 18 апреля. В поединке против экс-чемпиона мира в этом весе Калиба Троа, сообщает Майк Копиджер. Казахстанские боксеры Жанко Штураров, Искандер Харсан и Алиба Лоев находятся в США, куда прибыли для проведения подготовки к следующим боям. Спортсмены приступили к работе в зале Флойда Майвезера-младшего в Лас-Вегасе. Тренировочный лагерь продлится до середины марта. А на этом у меня все, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok